приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена сетникова вы уже думали что я ничего вам не покажу с этим комплектом но по ходу трансформер все растет и растет и сегодня я покажу вам новую работу вот такую красивую налобную повязку практически полушапка и помните я вам говорила что у меня осталось немного пряжи джинс и не знаю куда ее пристроить вообще я занялась целью нужно как-то наводить порядке с остатками они менять если честно раздражают вот чтобы как-то немножко разгрузить шкафы но не шкаф это я громко сказала пакетик с остатками пряжи конечно от всей пряжи я избавиться не смогу но вот уже шаг вперед к порядку вы видите вот такую повязочку на мне она немножко отличается по цвету потому что голубой мохер который я использовала вот в этом трансформере в этом жилете в этом воротничке он закончился и я добавила сюда в эту повязочку белый мохер и вот посмотрите видите как она ну конечно пошла в серый цвет так что я все правильно сделала добавив сюда голубой мохер мне вот этот цвет но нравится больше но ничего это повязка тоже хороша связалась она за вечерок маруська тут ко мне пришла как всегда артистка ты хочешь сниматься да ты хочешь попасть в кадр марусечка ну давай давай немножечко покружись и пусть как будто услышала что здесь съемки тоже пришла в комнату в общем они у нас артисты наши кошечки а вот так что я сегодня вам расскажу об этой повязке ушло на нее 38 грамм и посмотрите какая она но я говорю полушапка я немного усовершенствовала тот узор косы тоже о нем расскажу в котором вот была ошибка и я ее нашла в вернее там схема была правильная но неправильное описание к значкам то есть и потому описанию естественно не получится но повторюсь может быть это для таких как я которые ну читают и делают но не понимая что вообще-то наклон вправо а там вернее наклон влево а там пишут вправо конечно опытные вязальщицы гляну на схему они даже не будут смотреть описание значков и свяжут правильно вы когда мне писали про то что лена схема правильная тут-то я и смекнула раз схема правильная значит где-то в другом месте ошибка и стала искать эту ошибку я ее конечно же нашла и я очень благодарна вам за ваше подтверждение что схема правильная значит надо рыть куда-то было дальше в общем схема теперь правильное описание правильное можно вязать но в этой повязке я повторюсь я поменяла перекресты там где было два на два вернее 4 ну в общем перекресты из четырех петель я сделала перекрест из 6 петель и косичка получилось ну намного солиднее и у меня возникает желание связать что-то вот помните вот у березу пряжу морского цвета тоже джинс и я хочу добавить туда кашемир очень совпадают цвета и скорее всего может быть даже что-то свяжу вот именно вот такой косичкой но уже с другими перекрестками вот переделаны сейчас я вам сниму покажу все это ближе подробнее я думаю что вы заинтересуетесь и свяжите вот такую косичку буквально за вечерок так погода у нас нелетная друзья я сейчас подойду к кошку покажу вам что у нас творится у нас вода вода по асфальту бежит вода декабрь месяц вы мне пишите все что лена у нас тоже такая погода его в орловской губернии так скажем и в тамбовской в общем походу везде все течет и лёшик сказал что у них в москве тоже дождь был со вчерашнего вечера всю ночь лил весь снег практически сошел налить в общем на улице бяка но у природы нет плохой погоды я достаточно сегодня резиновые сапоги обрезала их и наверное может быть даже сегодня прогуляюсь а может быть и нет вот маячит мне этот заказ ножницы в озоне там хотя есть еще срок доставки можно изменить смысле срок получения можно изменить продлить но вот маячит и и все вот каждый день приходит оповещение заберите заберите ну прям не знаю пойду не пойду но сапоги уже обрезала сейчас вам покажу вот такие сапожки у меня были до внешние покупала в альберис видите и они были прям вот вы знаете но до колена и так плотно сидели по ноге что вот снимать потом проблема прям даже страшно бывает что их ну не снимешь вот я их сегодня быстро отчекрыжила завернула и если что ноги будут ну не в тепле но во всяком случае сухие тоненький носочек одену может быть сегодня прогуляюсь в озон вот вам покажу что у нас за окошком все стекло в каплях видите ночью опять шел дождь и я не знаю видно вам асфальта или нет но там просто течет река и вот здесь за забором у меня тоже вода стоит в общем только сапоги вот эти резиновые и спасут давайте вам расскажу об этой повязочки значит вы поняли что здесь теперь узор раппорт узора состоит не 12 петель а 18 то есть в каждом каждый перекрест каждое перекрещивание увеличена на петлю то есть там где было четыре петли в перекрещивание теперь 6 петель то есть три на три и косичка стала но вообще во первых она воздушнее стала смотреться здесь у меня 33 петли 2 кромочные 5 петелек вот этой платочной вязки ну и дальше собственно говоря узор вот и все за вечерок свяжется вот такая повязка как раз вот на такую погоду когда течет когда вроде бы то без шапки холодно а в шапке жарко но действительно сейчас на улице тепло и не знаешь как одеваться тепло и сыро и вот на такую погоду естественно вот это вот повязочка значит как я начинала вязать видите вот здесь незаметный шовчик это соединение методом трех спиц но я применяю две спицы и крючок вот такой шов получается вот я показываю вам то есть нужно начать вязание с контрастной нити которая потом распустится петельки откроются эти петли собираем на спицу и потом естественно в конце вязания соединяем их тоже с открытыми петлями так что сразу подумайте об этом и начните вязание с контрастной ниточки вот такая красота получилась да я еще довязала вот этот воротничок он был немножко короче пришлось мне все это распустить вот этот айкорд и довязать теперь он достаточно такой длинненький вот я сейчас так удалю вот полноценненький еще есть повязочка и пряжа в ноль у меня не осталось ни кусочка вот так можно из 500 грамм пряжи связать такой замечательный комплект жилетик трансформер шапочку повязку налобную и вот этот снуд воротник или вязаную горловинку которая одевается отдельно на жилет ну а поскольку погода нелетная я предлагаю сейчас побыть еще немножко со мной и посмотреть как я буду готовить что-то себе на обед ну наверное это же блюдо и пойдет на ужин тыквы много будем готовить тыкву с куриной грудкой это моя просто импровизация нигде этот рецепт я не видела просто вот как говорится думаю так и буду готовить из тех продуктов которые есть все-таки я решила сегодня еще пока никуда не выходить с вами посмотрела за окошко увидела эти лужи в общем эту воду и решила не пойти вчера анечка звонила или я звонила ей вечером она говорит мама я чуть не утонула такие болота на тротуарах видимо плохие стоки но еще бы куда если так все тает обильно естественно не успевали убирать да и как убирать эту воду в общем говорит прям нужна лодка чтобы сходить в магазин так что друзья давайте проведем это время более так скажем с полезной отдачей сегодня будем готовить тыкву с куриным филе друзья пока мы не начали готовить я хочу вам рассказать об одном комментарии который был написан надеждой зазули к вчерашнему моему видео алиночка я из-за волгоградской области у нас мороз до 10 градусов но снега пока не видели грустно леночка я бы хотела обратиться к вам с просьбой зайти на канал розы кож друзья я потом найду этот канал и оставлю ссылку либо под этим видео либо во вкладке в сообщество вдруг подпишитесь там женщина наташа из мариуполя спасает как может обездоленных кошек и собак делится с ними самым малым что у нее есть у самой всего у нее 380 подписчиков и это так печально я ответила вам надя я думаю что вы видели мой комментарий и прошу вас простить меня за то что я не буду подписываться на этот канал но может подпишутся мои зрители друзья все-таки нас сто тысяч я была подписана на многие такие каналы которые помогают животным которые ну отсылают какие-то средства кто сколько может друзья 50 рублей там 10 рублей даже рубль это играет роль поверьте мне когда отсылают окажется да что там рубль друзья если каждый отошлет рубль то это сто тысяч рублей если взять мой канал вот но я отписалась потому что я не могла больше на это смотреть друзья просто не могла приходят эти уведомления я смотрю видео я потом пью валидол я не сплю это очень очень тяжело и я заметила что начались проблемы с сердцем поэтому кто сильный кто может помочь пожалуйста пройдите на этот канал и ну как говорится с миру по нитке я конечно же пройду отошлю какую-то сумму денег небольшую на насколько возможно это чем-то помогу этой бедной женщине 382 человека подписчика это друзья ни о чем поэтому у меня к вам громаднейшая просьба пожалуйста пройдите на этот канал и помогите братьям нашим меньшим и этой женщине у нас в городе тоже очень много бездомных кошек больных особенно в центре вот я кормила в том году одну кошечку ходила в магазин она как будто ждала меня под магнитом сидела но в этом году ее уже нет видимо попалась на отлов я так думаю что здесь тоже проходят такие акции вы сами знаете о чем я говорю либо 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 под машину либо замерзла либо что-то еще вы видели того рыжего кота который ходит у нас кстати в городе так что может быть кому-то нужен он молодой котик рыжий в нашем парке гуляет заберите его пожалуйста он чистенький его чуть-чуть подкормить и очень хороший ласковый котик но мне уже друзья просто некуда я просто не потяну не то что я не потяну вы понимаете что все это покупает лёша и уже просто из последних сил мы как бы содержим наших котов их у нас 5 поэтому я ответила что я не смогу подписаться ввиду того что ну я не смогу смотреть эти видео помогать иногда буду перечислять какую-то денежку чтобы женщина смогла купить там либо корм либо лекарства я думаю что все эти кошки еще и больные к тому же понятное дело война и все такое вот так что это я обращаюсь к вам вот с такой просьбой пройдите на этот канал ссылочку я оставлю роз кож по моему так называется вот и давайте поможем этой женщине наташи ну и конечно же кошечка ну что друзья начинаем готовить сегодня у нас будет тыква на сковородке с филе курицы в сметанном соусе опять начала портиться у меня тыква вот это арбатская вы мне писали что она арбатская я надеюсь что правильное название пока достала здесь куриное филе кстати лёшек он умеет вот ходить в магазин попадать в пятерки было это филе по 209 рублей за килограмм один день акция вот по моему 7 лотков он взял но нам это ненадолго потому что хала точек уходит шпульки ну наверное дня на 4 не больше ну на 5 по 100 грамм да нет какой на 5 100 грамм утром 100 грамм вечером вот 200 грамм ну лотки пусть 900 грамм вот и считайте на сколько дней вот сейчас буду чистить я вот смотрю все видео которое вот с тыквой и все почему-то разрезают тыкву там конечно не арбатские тыквы ну такие чугунки да я их называю они ее разрезают а потом чистят почему так я не знаю ведь гораздо проще сначала почистить тыкву если есть вот такой инструмент а потом ее разрезать но это на мой взгляд ну какая же красота вот эта штука просто легко 100 рублей стоит а тыква друзья посмотрите какая у вас она такая бледная бледная почему-то на камеру на самом деле такой оранжевый красный цвет а почему так передается не знаю мне кажется когда она вот улежалась да она доспевает что ли дозревает я помню первую тыкву она не была такой оранжевой вот почему-то у вас она какая-то прям чуть-чуть желтенькая так передает камеры на самом деле сейчас попробую ну вот вот так вот может быть как-то вот так еще более-менее да нет все равно не передает ну поверьте тыква прям красная мне кажется и сладкая сейчас вот вот этот кусочек я срезала ну прям оранжевая оранжевая вот видите вот вот здесь вот вот сейчас вот 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 так вот передает вот прям красные в общем чищу тыкву тыкву я взяла около килограмма где-то тыква очень большая еще останется в общем где-то третью часть наверно взяла вот на такие кубики не совсем мелкие нарезаю тыкву и убираю готовлю здесь у меня почищенный лук вот три головочки небольшие несколько зубков чеснока не знаю там сколько раз два три 4 5 6 зубков чеснока сейчас буду нарезать лук пассеровать чесноком добавлю вот такую заготовочку это я терла морковку вместе с перчиком порционно для супов ну вот сюда тоже это я думаю пойдет короче сейчас пассерую лук морковку с перчиком положу сразу на растительном масле потом добавлю чесночок чуть позже короче не удержалась добавила еще тыквы наверно на дня два мне хватит этой еды получилось в в итоге кило триста и еще кило пятьсот осталось вот в этом куске представляете какая большая тыква пока сковорода нагревается сейчас порежу лук сковородку высыплю лук тоже не сильно мелко как придется мне так приятно читать ваши комментарии когда вы пишете что лена ничему не учусь слушаю ваш умиротворяющий голос и заряжаюсь позитивом так что мне можно снимать наверное по ходу все и вы будете меня смотреть мне очень очень приятно друзья пока поставила на медленный огонь лук бросила туда замороженную морковку не так лень ждать когда она оттает прикрыла крышкой сейчас она быстро на медленном огне все это дело оттает тут пока вот чесночок порезала с лучком который начал уже в перья пошел ну вот уже и практически оттаяла сейчас немножко спассируется лучок чуть-чуть цвет поменяет теперь я крышку открыла пусть жарится без крышки не парится немножко чтобы поджарился аромат уже друзья стоит неимоверный у нас такой витрила сейчас стою возле плиты там выйти что у нас аж гудит не не пойду я сегодня никуда вот кушать приготовлю потом может быть что-то повяжу вот единственная фруктовница моя пустая уже третий день никуда не выхожу фруктиков хочется ну ладно может быть завтра цвет поменялся теперь высыплю сюда чесночок и еще немножко обжарить чесноком аромат станет думаю что будет вкусно теперь сюда же я добавила тыкву огонь сделала поменьше сейчас вот наверное прикрою чтобы она немножко протушиться и обжариться вместе с луком ну вот тыковка немножко осела уже совсем другой вид я сейчас идем хорошенько посолю соль и посолю и помешает теперь у меня есть вот такая сметанка не полная баночка сейчас я долью сюда домашнее молочко можно сливки можно просто молоко и добавлю всякие специи что есть базилик кориандр всякие приправки траванские правы все сюда добавлю и перемешаю перчик душистый в общем все что вам нравится и специи в общем добавила я до полной баночки молочко сюда размешала вот вы видите специи всевозможные и еще не выбрасывайте вот эти стаканчики как же в них удобно хранить замораживать фруктики в общем не только фрукты все что угодно можно в них заморозить очень хорошо выскакивает потом очень я их сейчас все все собираю ну что друзья планы меняются хотела я все сделать на сковороде ну видимо много добавила тыквы вот если бы было килограмм наверное сюда бы мяско вместилось поэтому меняем рецепт вот у меня форма для запекания сейчас я сюда выложу эту тыкву а на сковороде поджарю немножко филе курицы вот я его порезала на вот такие длинненькие ломтики не совсем мелкие чтобы не было сухо солить не буду солить буду тогда когда она немножко на сковороде притомиться смотрите какая красота получилась лучок снизу более поджаристый ну а здесь на сковородке масло сейчас разогреется и совсем буквально минутки 3 обжарю я филе курицы ну вот филе курицы стало практически беленьким сейчас я немножко три солю главное не переборщить и уже я включила духовочку как вы догадались остальной процесс будет происходить именно там сейчас еще чуть-чуть мяско с потушиться пожариться и потом расскажу что дальше я хорошенько поперчила букет перцев у меня есть такая приправа в мельнице и немножко перца чили если не любите острое или нельзя конечно же чили не кладите но мне нравится когда с такой небольшой остротой блюдо ну а теперь я добавлю сюда наш вот этот сметанно-молочный соус со специями мяско тушится и помните зеленый лучок вы мне писали лена почему вы не заморозили лука только запекли друзья вот показываю вот опять же вот эти бутылки из-под кефира молока тогда я еще покупала молоко в магазине а сейчас прошу аню собирать эти бутылочки вот они очень удобные для всевозможной заморозки добавим сюда зеленый лучок замороженный ну что филе протушилась где-то еще минут пять немножко выпарилась жидкости и сейчас я за кадром вот это все перелью вот в эту нашу форму запекания с тыквой которая попробуйте филе вернее соус вот этот который филе на вкус если нужно досолить и доперчить и я попробовала все просто пальчики оближешь вот такая красота получилась друзья я помешала чтобы мясо было как-то и внутри и снаружи ну в общем аккуратненько ложечка перемешала и сейчас отправлю это в духовой шкаф все температура 180 градусов у меня ну да где-то 180 вот так наверно вот но он не знаю на минут 30 я поставлю а там посмотрим буду пробовать очень удобная кстати вот эта функция часы просто прелесть они так звенят в конце когда время заканчивается если забудешь что они напомнят что там что-то в духовке у тебя ну а теперь осталось ждать ну вот друзья осталось 10 минут можно еще потереть сыр и до конца готовки добавить за пять минут я даже не знаю буду я это делать или не буду мне кажется и так будет очень очень вкусно ну а пока мне нужно выпить вот эту вот чашечку воды пол-литровую перед обедом я сейчас за полчаса до еды выпиваю пол-литра воды и чувствую себя друзья намного лучше пока готовилась тыква я уже успела перемыть посуду и пропылесосить весь дом так что вот чтобы не терять время маруська здесь пришла что это шпулькина тарелка марусь ты мяско перестала представляете у нас маруся перестала есть мясо вы в это вообще можете поверить она есть только сухой корм а шпулька есть только мясо ну иногда там творожок яйцо ей варю очень любит особенно желточек но на улице у нас все тоже бяка вот осталось у меня тыква я ее уже почистила замораживать не буду завтра хочу друзья приготовить хачапури из тыквы это оладушки с сыром не знаю буду я снимать это или не буду вот но приготовить хочется уж очень вкусный рецепт нашла не знаю может быть как-то коврижка с молоком которая вы знаете мою за два дня съели во первых лёшек ее взял с собой а я за два дня съела эту коврижку конечно же буду в следующий раз готовить только с кефиром так что из тыквы друзья очень очень много всяких вкусных рецептов еще хочу сварить варенье из тыквы с орешками в общем это все в планах конечно же что-то вам покажу ну что друзья вот такая красота получилась сейчас будем пробовать я все-таки сыр не добавляла но я сейчас себе положу в тарелочку и сверху просто притрушу немножко сыром чтобы понять как это будет может быть следующий раз и сделаю всю тыкву в сыром сразу в духовке посмотрите как это красиво выглядит да не сказала друзья я уже суп тыквенный готовила два раза это очень очень вкусно я даже не знаю какой рецепт вкуснее пирог с тыквой это просто бомба тоже постоянно его готовлю суп теперь излюбленные вкус супа ну давайте попробуем тыковка вся мягенькая она вся сочная там очень много сока вот этого сметанного соуса сейчас попробую тыковку потом мяско с кусочек мяса друзья я очень вам рекомендую это блюдо готовится я бы не сказала что сложно или долго но очень вкусно вкуснота всем приятного аппетита ну а на этом я буду заканчивать сегодняшний ролик я думаю вам понравилось я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока